Здравствуйте, меня зовут Евгений Чертков. В своих видео я рассказываю о том, как живу и обустраиваюсь в лесу на участке земли размером в 2 гектара. Рассказываю, что я здесь делаю, как, зачем и почему. Приятного просмотра! Хочу немного рассказать про наши персики. Вот эти персики выращены из косточки. Косточки я заказывал у Железова, у Валерия Константиновича, если я не ошибаюсь. Заказывал я их в октябре 16-го. И получается, осень стратифицировал и весной 17-го года посадил, 18-го год, 19-20-й. То есть получается, сейчас сентябрь 20-го года, то есть им 3,5 года. Сначала они в контейнерах, они год один промучились, потом я их высадил на ПМЖ. 16 персиков у меня растет, их вот видно среди травы, они вот желтеют, у них краснеют листья. И растут они вот таким кустом, не то что каким-то деревом, а вот кустица. Какие-то больше, какие-то меньше. Вот эти два примерно одинаковые. Я их на зиму закутывал укрытым материалом, вот этим белым агроспаном, как он правильно называется, я не помню. То есть прям брал эти листья, эти ветки в кучу все, так собирал и обматывал. Две зимы укрывал, ну вот эту вот, не знаю, буду зиму укрывать или нет. То есть нормально они зимуют, ничего у них не обмерзает. 3,5 года, ну на них еще ничего не было. То есть в том смысле, что они не цвели, только растут силу набирают. Но это вот у нас. А один персик, тоже из этого, так сказать, выводка, один персик я дал маме, она посадила в товарку в поселке. И там он совсем по-другому выглядит. И вот уже дал урожай. Ну вот про него сейчас дальше расскажу. Вот это вот наши персики, трехлетки. Растут, зимуют, ждем, когда они порадуют нас урожаем. Забыл сказать, высота этого персика полтора метра. То есть вот верхние листья, максимум то, что он вырос, вот это вот, полтора метра высотой. Сажал я их в холмики. То есть тут уже не видно, холмы эти ушли. Земля, то есть небольшой холм земли насыпал и в холмики сажал. По весне эти холмики быстрее оттаивают и нагреваются быстрее. Итак, вот он, персик этот. Сейчас ближе подойду. Хотя, может, не стоит. Вот, высота он получается метр восемьдесят где-то. Вот эта верхняя ветка. Ну, где-то метр восемьдесят, да. Не скажешь, что он прям пышный такой. А, так, земля здесь, по-моему, да не по-моему, а точно, вот, насыпана. То есть здесь наштык лопат. То есть это огород, он сделан на месте, отсев тут был. С карьеры возили отсев. И наштык лопаты здесь может быть хорошая земля. А потом идет вот такой вот отсев. То есть, ну, вот, долбили мелкие камни. То есть тут для него нужно было посадочную яму долбить прям ломом. Долго, муторно тяжело. То есть слунку эту долбили и посадили этот персик. То есть не могу сказать, что у него прям шикарные условия тут по поводу земли. То есть там камни отсев. Но, тем не менее, вот на нем видно, что он в этом году цвел. И сколько на нем? Сейчас почитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Ага. Ну, вот цвел, по-моему, закладывал, он тут висело десяток персиков. Но они размером, скорее, вот, размером с абрикос. Опа. А, может они опадают, кстати. Вот, упал один. Да, вот тут еще, смотри, лежит. Опали они несколько штук. Сейчас покажу. Вот эти персики. Но они не взрывают прям так, что красные-красные. Как абрикосы, скорее, больше. Что-то не фокусируется. Камера. Как абрикосы. Не очень большие. Но по поводу того, что сладкие-несладкие, не знаю. Попробую сейчас. То есть он здесь себя лучше чувствует, чем у нас. То есть эти кусты у нас того же возраста, что и этот персик. Но этот получше здесь себя чувствует. Поселок. Расстояние от нашего поместья, сколько? 40 километров. Ну, напрямую километров 15 будет. Но вот он повыше. И вот он цвел. И на нем плоды есть. Наши пока еще не плодоносили. Но попробуем. Какие на вкус. Тогда скажу. Итак, доехал я до дома. И сейчас по поводу плодов персика. Сейчас расскажу, попробую. Ну, как вот. Любят спички обычно ложить, чтобы размер понять какой. Ну, вот вы видите сами все. Небольшие, маленькие. Так. Ну, вот один разрезал. Что тут у нас с мякотью получается? Ну, вызрело. То есть они уже, мне кажется, немного переспевать начали. Сегодня. Так, на заметку. 5 сентября. Это у меня персик хасанский. Сколько лет этому дереву, которое урожай первое оно дало? 29 октября 2016 года у Валерия Железова я заказал косточки. То есть в 2016 году осенью заказал, стратифицировал. Весной 2017 года, получается, я посадил косточки. Этой весной, получается, 3 года ему было персику. Получается, на третий год он дал плоды. Цвел. Я пропустил этот момент. То есть мне просто фотографию скинули, что мама скинула фотографию, что персик цветет твой. Сколько там цветов было, я не знаю. Не смотрел, не считал вернее. Но плодов завязалось 10 штук. И все 10 я нашел. То есть вот здесь вот 5 штук лежит. Один я съел прямо на огороде, шестой. И седьмой остался висеть. И еще 3 штуки, я видел, что они попадали. А падухи. Но я их собрал. А для чего я их собрал? Ради косточек. То есть вот эти косточки, получается, у меня уже 10 косточек будет. Со своего дерева, которое можно посадить будет уже. То есть из своих косточек выращивать дальше саженцы персика. Так, что еще по нему сказать? Ну, сейчас попробую, скажу, какой вкус у него. В общем, по поводу вкуса, в целом, я доволен. То есть не буду врать, не скажу, что прям восторг-восторг. Райское неземное наслаждение. Он сладкий, сочный, спелый, достаточно вкусный. Но по пятибалльной скале я бы ему четверку дал. Ясный из-за размера. Маловато мякоти. Или просто я дегустатор такой плохой. Быстро проглотил, прожевал и все. Но огромный жирный плюс этому персику, то что он свой. Это, конечно, очень сильно радует. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями в соцсетях. Если появились вопросы, то пишите их в комментариях. Постараюсь обязательно ответить. И чтобы быть в курсе новостей, не пропустить новое видео, жмите на колокольчик.